Доброе утро! Как меня слышно? Спасибо! Что касается вчерашних новостей. Помните, я вам говорил, да, что, возможно, в новость, которую поставили всего один знак восклицательный, окажется достаточно важной. Так, собственно говоря, и случилось. На самом деле шок рынка выходом ФРБ Нью-Йорка минус 14.92, причем за счет чего? За счет увеличения под индексы. Именно новых заказов. То есть, в принципе, все остальные данные остались на прежних уровнях, а именно минус 15 вышло за счет падения новых заказов. Именно при прогнозе в 5 выйти минус 14. Ну, очень странно, что остальные валюты не сильно среагировали. Вот. Как к этому относиться? Вопрос сложен, на самом деле. И, кроме этого, еще, видите, вечером вышло еще по Америке покупки иностранных бумаг, иностранцев и американских бумаг, вернее. Тоже очень смешанные данные, крайне, да? Чистый объем покупок вырос, общий объем упал в разы. Как это может быть, я, честно говоря, не знаю. То есть, что это такое, как так случилось? Вот. Все это вызвало на рынке неожиданную реакцию совершенно, и очень сложно предсказать, что дальше будет. То есть, если сейчас поднимется вопрос в связи с падением, скажем так, индекса деловой активности в Нью-Йорке, возможно, и потянет и другие города. Вот. И, возможно, поднимется вопрос о том, что, может быть, ставку и не будут повышать. Вот. Посмотрим, как это реагирует сегодня Европа на эти данные еще. Что у нас сегодня? Сегодня у нас вышли уже данные по Австралии. Собственно, ничего там интересного не было. Большой блок, вы видите, данных по Британии. Очень большой блок. Однозначно, что-то сыграет роль. Тем более, что у нас это инфляция по Британии. Индекс цен на жилье, это тоже инфляция, соответственно. Если мы увидим снижение инфляции, то, соответственно, это будет говорить о том, что, возможно, разговор о повышении Британии ставки, они ни на чем не основаны. И, соответственно, это сыграет не на руку фунту. Вот. А, скорее всего, так оно и будет, скорее всего. То есть, неожиданно еще раз говорю, что плохие данные и по США, и по Европе, и по Британии. То есть, сейчас идет речь не у кого лучше данные, а у кого хуже. Вот на этом будет строиться речь. Соответственно, и курс, опять же, евро-фунта будет, опять же, от этого зависит. Сейчас по Британии данные выйдут. Если они будут плохие, соответственно, будем смотреть на евро. Насколько у них хуже. Мы уж не говорим сейчас про лучше, да. Вот. Поэтому, если торгуем фунтом, очень аккуратно я бы подождал до выхода данных. То есть, до выхода данных, в валюту, в принципе, входить не стоит в это. Вот. И сегодня еще у нас по Америке. Один из таких важных факторов для экономики Америки, это начало строительства новых домов. Соответственно, улучшение этого показателя сыграет, опять же, положительную роль для доллара. Вот. То есть, еще раз по времени. Смотрим на 11.30 по Москве и на 15.30. Британия и здесь будут данные по доллару. Что касается техники. На самом деле, когда ты понимаешь, что идет не по тому плану, по которому ты планировал все это дело, в таком случае я обычно стираю все линии, что у меня были, соответственно, и рисую все это дело заново. Давайте вместе с вами попробуем сейчас все это отрисовать. Индикаторы я оставляю прежние, какие есть. У меня висят мувинги, висят боллинжеры, внизу стахастик и аэросайтов, в принципе, достаточно. Включаем еще раз недельки. То есть, сначала мы определяем на недельном графике, мы определяем общую тенденцию. Общая тенденция у нас вырисовывается в такой глобальный треугольник. То есть, вот такая картина вырисовывается, да? Здесь не нужно идеально подгонять, здесь достаточно просто определить, в принципе, тенденцию, куда мы уходим, да? То есть, такой боковичок идет. Соответственно, глобальные уровни, которые мы можем определить, это будет 14.54 верхняя часть и нижняя часть будет 1.07, соответственно. Чуть пониже, да? 1.08, будем так говорить. То есть, если мы говорим о глобальном изменении направления движения, либо это пробой, соответственно, 1.15 наверх, либо это пробой 1.08 вниз. То есть, это в корне изменит картину. Я думаю, что из этого диапазона мы выберемся где-то к сентябрю. На недельном графике я не делаю прогнозов, я вообще не знаю, куда мы пойдем, без разницы. Мне это совершенно неинтересно. Мы просто определили пока направление движения. Можно выделить линию разным цветом. Для удобства, да, чтобы мы понимали, что с недельного графика пришла линия. Выделяем левой кнопкой линию. Нажимаем правую кнопку. Свойства Trendline. Можно увеличить толщину, чтобы понять, что это другая линия. И меняем цвет, соответственно. Ну, пусть она будет у нас какая-нибудь, я не знаю. Такая какая-нибудь. То же самое здесь. То есть вот у нас такой треугольничек здесь нарисовался. Вот, переходим на дни. Здесь уже можно более детально отрисовывать. Соответственно, уже поправить то, что у нас есть, чтобы поточнее шло, да. Наша цель какая? Наша цель найти ту линию, на которой как можно больше точек. Вот у нас, соответственно, вверх и, соответственно, низ. Вот как-то так. Это по дням. По дням мы уже, опять же, давайте, можно поставим сейчас зоны такие глобальные, опять же. Это не на ежедневной торговле, это просто пока мы для себя определили зону. Вот, и затем переходим уже к внутридневной торговле, соответственно, где мы уже четко определяем уровень. Мы видим, да, что у нас верх ограничен зоной 1.14, 1.11, низ 1.09, чуть пониже, 1.09 ровно. Вот, соответственно, если мы будем падать, у нас цель, соответственно, сюда, если будем расти, цель сюда. Это глобально, если мы определяем. Теперь пробуем отрисовать какие-то краткосрочные движения. У нас был восходящий тренд, такой краткосрочный часовой. Опять же, меняем цвет, чтобы понять, что это уже внутридневная линия у нас. И еще вот такая линия идет. Вот она у нас. Мы ее вчера с вами отрисовали, она у нас была уже. То есть, что мы здесь видим? Мы видим, как краткосрочно был восходящий тренд. Цель по этому тренду была в районе 1.14. Он вчера пробился, после двойной вершинки отрисовало, да? Тем не менее, реализация двойной вершины была неуспешной в связи с, я так понимаю, все-таки в связи со смешанными новостями из США. По этому тренду, кстати, мы торговались, вы помните. Дальше. Дальше что мы делаем? Ну, у нас вот есть ближайшее сопротивление. На уровень 10.50 мы с вами говорили эту цифру уже. То есть, при подходе к зоне 10.40, 10.50, при наличии подтверждения в виде свечной конструкции, что-нибудь типа поглощения, любой разворотной конструкции свечной. Вот. Будем рассматривать позицию на покупку со стопом ниже 1.10. Ну, где-то 1.09.95 можно поставить. То есть, около 50 пунктов получится стоп. И здесь, соответственно, я, в принципе, не вижу здесь вариантов еще остановиться. Вот сейчас просто не вижу. Соответственно, здесь можно поставить сделку на продажу, то есть переворотную сделку, с целью на глобальную нашу недельную линию 1.09, от которой снова будем покупать. То есть, вот у нас уже нарисовался план, да? Подходим в зону 1.10.50, покупаем. Если, не дай бог, срабатывает стоп, мы закрываем сделку по стопу с убытком 50 пунктов и открываем новую сделку с целью в 90 пунктов. То есть, эта сделка наша переворотная должна перекрыть тот убыток, если вдруг он будет. Цель по покупке, если мы покупаем по 1.10.40, 1.10.50, понятно, что цель по покупке на предыдущие максимумы это однозначно. То есть, первая цель по покупке будет 1.11.90, а глобальную цель мы с вами нарисовали уже вместе 1.14.11. То есть, вот так, собственно, делается анализ. Для чего мне нужны индикаторы? RSI я использую, как правило, только для поиска дивергенции и для поиска возможных пробитий трендов. Стохастик я использую для подтверждения точки входа. То есть, если я вижу, соответственно, что мы идем к зоне А10.50, рисуется свечная конструкция и плюс еще пересечение стахастика. Я это считаю как дополнительный сигнал. Собственно, все. Практически больше я ничего не использую в анализе. Когда начинается хороший мощный тренд, что-то типа вот такого, вот такого, который был с января по март, здесь вступает в силу система Билл и Вильямс, но пока не рановато говорить, она на флэтах не работает. Как только появится хороший тренд, соответственно, мы это дело еще с вами разберем. Ну вот, что касается евро. Что касается фунта. Единственная сделка вчера. Вчера две сделки было, соответственно, одна у нас не сработала, это канадский доллар, мы его тоже сейчас разберем. И одна достаточно хорошо сработала, это фунт. Вот, очень-очень неплохая получилась продажа. Единственное, что я сам не успел ее, к сожалению, сделать. Кто успел, молодцы, я не успел. Вот, продажа была 56, что-то 80, по-моему, я ставил продажу. Цель была 55, 70. Все это дело отработало отлично. Пока по-прежнему тот же самый диапазон. Вверх по-прежнему оставляем 56, 76. Уровень пробоя 57, 15, то есть где-то 40 пинтов стоп получается. Вот, в случае, если мы зону пробиваем, меряем ширину диапазона, как она мерится, берем перекрестие. Вот у нас крестик берем, нажимаем левую кнопку и проводим вертикаль. Вот, у нас ширина диапазона 206 пунктов. Четвертый знак, это подпункты, их не берите в расчет. То есть, 206 пунктов ширина. Соответственно, в случае пробоя 57, 15, отмеряем от этой зоны пробоя точно так же 206 пунктов наверх. Вот наша цель. Но мы с вами эту цель давно уже и поставили. Видите, она у нас 59, 14, она и висит у нас. По-прежнему все это оставляем. Теперь, это что касается пробоя. Продажа остается неизменной, 56, 76, оставляем. Почему нет? Вот, теперь, что касается покупок. Пересечение стокастика у нас уже близко, соответственно, на 4-часовом графике. Вот, где-то здесь чуть-чуть пониже. Я все-таки планирую идеальные места заходить. То есть, по идее, можно прямо здесь купить. Но я подожду все-таки подходы к зоне ранее пробитого канала. То есть, я подожду цифру 1,55, 60 для покупок. И стоп поставлю 55, ну пониже даже, потому что фунт все-таки пониже оставим. Вот под это лоу стоп поставим 55, 24. Вот такие варианты для фунта. Ну, опять же, после выхода новостей. Давайте подождем все-таки выход новостей и посмотрим. Потому что до выхода не будем, скажем так, тыкать пальцы в небо и дождемся какого-то подтверждения. С франком, опять же, ситуация все то же самое, что и по евро, но только по франку неопределенность больше. Так он и вертится около своей этой недельной линии. Ни выше, ни ниже пройти не может, к сожалению. И вот что тут будет дальше? По идее, в общем-то, можно как-то планировать продажи. Но вот продажа здесь сложная, потому что эта линия, видите, она сильно проюзная. Теоретически можно попробовать продать. Продать от зоны 98.43, теоретически. Практически я в него не полезу. Доллар и иена. Ситуация крайне, опять же, спорная. Все, опять же, зависит от нефти, от юаней и так далее, и так далее, и тому подобное. Техническая картина нам говорит о продажах по-прежнему, уже который день. А разум, ну не люблю эту пару продавать, потому что, еще раз повторюсь, банку Японии невыгодна, соответственно, сильная иена. Нормальный курс для иена был бы, наверное, 130. То есть, вот тогда банк Японии вздохнул бы свободнее. Тем более, слабевший юань будет давить на иену. Поэтому не хочу я ее продавать. Мне будет намного комфортнее ее, все-таки, купить где-то. Давайте рассмотрим вариант, где можно ее купить. У нас есть восходящий тренд, но, к сожалению, видите, он здесь тоже проюзанный был. Вот. И сейчас приходится корректировать эту зону. То есть, наверное, вариант для покупок был бы более-менее интересен, где-то вот в зоне 123. Вот. Но это надо подождать, пока мы туда подойдем. Пока здесь, еще раз говорю, техническая точка говорит нам о продажах прям по текущим ценам со стопом выше 125. Разум говорит, что надо бы покупать где-то ее. Либо вернемся в канал обратно, выше 125 поднимемся, там снова покупки будем рассматривать. Продажа мне здесь не нравится по ней. Австралия сболтается в середине диапазона, делать тут, в принципе, нечего. Ждем подхода к ранее пробитому тренду, соответственно, в 73.13. Вот там будем покупать. Здесь пока делать нечего. Ну, даже здесь можно нарисовать диапазончик такой. В принципе, даже и продать-то его можно, наверное. 74.017. Но это не идеальная линия, она мне не очень нравится, поэтому лично я не буду этого делать. Канадец. Вот он вчера, конечно, подвел. Был четкий нисходящий тренд, посмотрите. Достаточно понятный, хороший был тренд. Сейчас сотру все линии снова. Четкий пробой нарисовался. Прям правильный пробой. Такой с подтверждением по часам. Все как положено. И было подтверждение истинности пробоя. То есть все было отлично на самом деле. Вот тем не менее, то ли плохие данные по США из ФРБ, доллар упал. С нефтью никак не связано. По идее, канадский доллар, он завязан на нефти. И если бы нефть, допустим, укрепилась бы резко, я бы понял, опять же, канадский топ сработал у меня тоже, да. То есть мы потеряли 40 пунктов на канадцы. И те, кто успел фунта продать, они это дело все отбили. Кто не успел, как и я, к сожалению. То есть объяснить вот эту штуку, то, что он залетел обратно под тренд, на самом деле пока сложно. Вот, поэтому... Не знаю, как к этому относиться сейчас, потому что есть восходящий тренд на трех точках. Вот он нарисовался сейчас, вчера как раз. Вот, то есть можно предположить, что мы по нему сейчас идем. Возможно. Но покупать я пока рекомендовать не буду его, потому что я, честно, я не очень понял вот это снижение. Поэтому пока мы оставим его в покое, пусть он определится с тем, что он хочет сделать. В принципе, я все равно планирую, опять же, снижение нефти, из-за всего остального, я планирую рост этой пары. То есть снижение канадца, естественно, доллар канадец. Я планирую все-таки куда-то, цифру уже оставил, там в районе 33 куда-то. Вот туда и планирую, что он сходит. Вот, поэтому покупки я все равно буду рассматривать. Вопрос теперь где? Посмотрим. Может быть очередной пробой нисходящей линии и просто стоп подальше придется убрать, в районе 36, где-то куда-нибудь. Тогда уже будем смотреть. То есть за вот этот тренд будем убирать. Пока сейчас я его оставлю в подвешенном состоянии. Евроканадец по-прежнему идет по своему тренду, по-всходящему. И, в общем-то, пока признаков разворота я не вижу. И, собственно говоря, ничего ему не мешает двигаться дальше наверх. Соответственно, покупки на откате 44.18. Стоп, правда, придется убрать за линию 43. Ну, почти пунктов на 100. Но там и цели хорошие. Там у него и цели пунктов 200, наверное, в 46.69 как минимум для начала. Новозеландец. Так он и не дал нам войти в рынок, соответственно. Вроде бы снижение пошло, пошло, пошло. Но идеальной зоны 64.80 мы не увидели. Сейчас он опять в середине диапазона. Делать тут, собственно говоря, нечего. Вот поэтому по Новозеландцу ждем возврата обратно в 64.70 для принятия решений. Вот краткосрочность здесь, в принципе, я особых зон не вижу здесь. Золото пробило свой диапазон, вышло из диапазона, опять же, в середине. Низ диапазон 1102, вверх 1138. То есть 1102 покупаем, 1138 продаем. Серебро не трогаем вообще. Нефть, нефть, нефть. Нефть контракт не менялся, да? Мы же вроде меняли. Сейчас посмотрим, что у нас там с нефтью. Ну, кстати, с юанином заодно уже посмотрим. Так, юань стабилизировался вроде как. Да, вроде бы на одном месте ушли в диапазон. В общем-то, видим, китайцы все-таки не обманули, да, что это была разовая акция какая-то. Возвращаемся к нефти. Нефть по нисходящему тренду. Признаки разворота есть. То есть появилась дивергенция. Соответственно, где-то здесь уже можно ожидать какого-то отскока, соответственно, по дневному графику. Да и по 4-часовому тоже. Но, тем не менее, я пока все еще жду вылета обратно в 46, для того, чтобы отскочить обратно наверх. Так что по нефти пока что еще, пока что еще снижение. Пока признаки разворота, они такие слабенькие пока еще. Ну и, соответственно, доллар-рубль. Цель у меня по-прежнему остается в районе 69-70 примерно. Как-то вот мы двигаемся по такому тренду. В принципе, можно, если мы сегодня день откроем выше зоны 65, можно покупать с целью, ну, хотя бы рубль 2 и долгосрочен с целью в 70. На самом деле, не забывайте, кто торгует парой доллар-рубль, что очень приличные свопы на покупку доллара против рубля. Из-за разницы ставок в странах, да, по Америке вы знаете 0, по России 11. Вот, и, соответственно, своп очень приличный. Аккуратнее. То есть эту пару в качестве, скажем так, прибыли по свопам лучше продавать, чем покупать. Если покупать, то лучше покупайте в начале сессии, допустим, в 12 сессии открывается, в 10 по Москве. Купили, к концу дня закрыли, чтобы свопы вам не капали. К индексу доллара подошли. Что здесь у нас? Идет откат, собственно, как по всем валютам, к ранее пробитому каналу в районе 97.36. А потом все-таки я жду повторения низов в зоне 94.87. То есть все-таки я жду снижения доллара против всех остальных валют. Это в целом. По красам быстренько пробежимся еще. Фунт-франк заперся, смотрите, в узком диапазоне крайне. Но это я тоже говорил, да, что как и по евро-фунту, так же по фунт-франку. Узкий диапазон в связи с тем, что неясная ситуация ни по евро, ни по фунту, они зажаты в своих диапазонах. Когда кто-то первым вырвется, будет понятно. То есть пробой либо 53 наверх, либо 1.52 вниз, соответственно, нас приведет к каким-то более-менее четким результатам уже. Евро-иена отрисовала, посмотрите, двойную вершинку. Такая не очень четкая, но все-таки это кросс. Поэтому по кроссу я ожидаю здесь снижения. Ну, за счет чего? Либо за счет, опять же, дальнейшего снижения доллар-иена, либо за счет падения евро. Евро-фунт. Точно так же, как и по евро, опять же, у нас нарисовалась двойная вершинка, посмотрите. Вот, поэтому по этому кроссу я все-таки ожидаю, опять же, снижения для покупок. Собственно, как и по евро, да? То есть подход в зону 0.70.45 можно будет использовать для покупок с целью, там, 72.36. Но вот на текущий момент пока все-таки ожидаю снижения евро против фунта. По вопросам пробежимся быстренько. Что там у нас? Много людей не спят. Чего не спит? Чего не спит? Так, зачем Боллинджер? Боллинджер, на самом деле, мне не зачем, но иногда он неплохо помогает, как лишнее подтверждение еще раз, да, смотрите. То есть он отчерчивает нижнюю границу диапазона. То есть когда я буду покупать, допустим, в зоне 10.40, если цена будет не ниже Боллинджера, соответственно, это будет у меня покупка. Ну и верхняя граница, она очерчивает сопротивление. Опять же, только Боллинджер я не использую, но если Боллинджер с чем-то еще работает, то есть с какой-то линией, то, в принципе, как плюсик дополнительный. Так, Джамиль, горизонтальную линию по вершине, это по канадцу, видимо, да, подразумевается. Это вы имеете в виду. Так. Я не спорю, что она есть, Джамиль, без слов. Но дело-то не в этом, то есть, когда тренд пробивается, нисходящий тренд меняется с нисходящего на восходящий, соответственно, понятно, что тренд двигается теми же ступеньками, которыми двигались раньше. Понятно, что мы от нее отбились, никто же не спорит. Но вопрос-то не в этом, вопрос в том, что вот эта линия по трем точкам, она слабее, чем была вот эта линия по четырем часам. И обычно, как правило, то есть, если пробивается тренд, а это истинный пробой все-таки тренда был, как правило, эти ступенечки, они идут уже по восходящей, соответственно. И то, что от нее отобьемся, это вполне ожидаемо было, это не вопрос. Но для меня было неожиданно, что она цена вернется, несмотря на то, что покупки здесь стояли, если вы видите по часовому графику. Смотрите, покупки стояли мощно достаточно. Вот в этом вопрос. То есть, если мы сейчас будем ориентироваться на всей линии, тогда мы просто не сможем торговать с вами, потому что можно и вот здесь линию провести, и вот здесь можно линию провести. Просто двигаться с вами не сможем. Поэтому эти линии я рисую, конечно, для себя, как промежуточные какие-то. Но, тем не менее, основной у меня все-таки был пробой нисходящего тренда. Так, про RSI. Ислам, про RSI у нас сейчас времени, к сожалению, нет. Сигналы про RSI расскажу, но, может быть, если напомнить им назад, то в самом начале тогда. Фунт Озик. Фунт Озик, фунт Озик. Есть у меня интересное. У меня фунт Кивик есть, может, это интересует. Нет, фунт Озик тоже есть. Что у нас здесь? У нас здесь, опять же, восходящий тренд. Есть признак разворота тренда. То есть, смотрите, последующая вершинка не смогла преодолеть предыдущую вершину. Поэтому, что здесь можно рекомендовать? Покупки здесь по тренду я рекомендовать не буду, потому что у нас вторая вершинка появилась, признак разворота тренда. Продажи здесь можно рекомендовать уже только на пробой, соответственно, вниз. То есть, пробой зоны 2.09, наверное, можно будет рассматривать продажи. Не раньше. Покупки нельзя делать, потому что есть признак разворота. Продажи пока рановато, так как тренд восходящий. То есть, пока у нас вот ключевой момент 2.09. По ней будем решать. Но пробой очень вероятен. Почему? Потому что у нас есть пробой вот этого тренда. У нас есть пробой по RSI. То есть, видите, этот же тренд, который мы рисуем на графике, этот тренд на RSI у нас уже пробит. Соответственно, вероятность того, что он пробьется, здесь тоже очень сильна. Вот, поэтому ждем пробоя зоны 2.09.73, там будем продавать. Почему мало используете уровней? Нет, не мало используя уровней, на самом деле. Просто, если, опять же, почему я в своей практике стараюсь как можно меньше линий рисовать по возможности. Чем вы больше ставите себе уровней и диагональных, и горизонтальных, и так далее, тем меньше у вас получаются шажки диапазона, соответственно. Поэтому уровни все-таки я использую, ну, действительно, не очень хорошо. Потому что, во-первых, я беру не то, что уровни или линии. Попробую объяснить. То есть, я нахожу те моменты, где как можно больше точек. Как можно больше точек. То есть, 3 точки это хорошо, да, замечательно. 4, 5 это еще лучше. И мне не важно, что какая-то линия это будет. Горизонтальная это будет, диагональная линия и так далее, трендовая линия. Мне важно, чтобы это был тот уровень, по которому торгуют все, соответственно. Вот это для меня важно, соответственно. Вот 3 точки сейчас появилось на восходящем тренде по канату, допустим. Я себе его поставил, скажем так, и оставлю эту линию на графике. Если в следующий раз при подходе к этой линии мы снова об нее столкнемся, значит, я буду использовать ее. Значит, эта линия больше не работает. Ну, еще раз пробежимся, потому что на сегодня я себе планирую. Я планирую все-таки подход евро к зоне 1.10.40, 1.10.50. Вот. Планирую оттуда все-таки покупку. То же самое по фунту, опять же. 55.60 покупкой 55.24 продажа. Цель 56.76. Йену, Шфранко, Озика пропускаю. Канадца при подходе к четвертой точке к зоне покупок вот здесь, соответственно, буду все равно покупать, потому что, ну, канадец тесно завязан с нефти. Так как нефть я планирую все-таки снижение, то и по канадскому доллару тоже планирую снижение. Поэтому в районе 30.70, наверное, чуть пониже, может быть, 30.90, может быть, я буду покупать со стопом ниже предыдущего лова. Это будет где-то в районе 30.50. Цель по-прежнему будет на предыдущую вершинку 3.147. И вторая цель на 33 я тоже ставил уровень. Или я не успею уже сейчас в Озике. Так, что еще, что еще, что еще? Все. Вот из того, что есть, это канадец и евро и фунт. Евро-фунт на покупку и, собственно, канадцы тоже на покупку. Хоть это немножко разноправильно звучит, тем не менее, по канадцу все-таки я опираюсь на данные по нефти. Вот все на сегодня. Опять же, те, кто торгуют, большая просьба поделиться вашей торговлей, кто где торговал и что. Вот, рынок еще не пришел в себя. Все-таки я считаю, что рынок пока еще летний, потому что такие варианты, какие мы увидели вчера по канадцу, обычно в сентябре не проходят. То есть, если вы помните, кто торговал со мной весной, по канадцу у нас неудачных прогнозов было из 10, наверное, только один. Все, хорошего вам дня сегодня. Подождите данные по Британии, кто торгует фунтом. Вот, до встречи завтра. Да, запись я сегодня выложу. Субтитры сделал DimaTorzok